Правительство выделит 3 миллиарда рублей в период с 2021 по 2023 годы на поддержку научно-технологического университета «Сириус», учрежденного фондом «Талант и успех». Согласно документу, деньги пойдут в том числе на оплату труда, проведение научно-исследовательских мероприятий и приобретение оборудования и программного обеспечения. Научно-технологический университет «Сириус» был создан по инициативе Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае. Подождите, подождите, подождите. Что там за олимпийская инфраструктура была? Стадионы, горнолыжные трассы, гостиницы. Причем тут университет. То есть они настолько продуманно готовились к Олимпиаде, что просто не знают, что теперь делать с этими объектами. А давайте сделаем университет. Фишка-то в том, что у нас такие университеты уже есть. У нас в Ближнем Подмосковье создано Сколково, знаменитое Сколково, потрясающее. У меня там много учеников, с которыми я занимался, как репетитор и как учитель. Они побывали в Сколково, учились там. Мягко говоря, они самая лучшая контора. Фальсификация на результаты научных данных. Не-не, конечно, зарплату там платят хорошую. Лучше даже, чем в МГУ. Многие переводятся как раз из МГУ в Сколково. Если хотят повыше стипендию, повыше зарплату. Все-таки эта структура Сколково близкая к правительству, близкая к олигархату. Там как бы есть возможности. Но толка для нашей науки, для нашего образования никакого. Путину этого мало. Он решил замутить еще одно Сколково. На этот раз в Краснодарском крае. Если, друзья, вы хотите получать более высокую стипендию, можете своего ребенка или сами отправиться учиться именно в этот университет. Сейчас там, наверное, пусто. Конкурс небольшой. Место еще не раскрученное. Вакансий будет много. Заканчивайте аспирантуру, сразу становитесь научным сотрудником. Без проблем. Вперед из песней. Но я как избиратель, я как налогоплательщик спрашиваю, какой в этом, мать вашу, смысл? Учредил университет фонд «Талант и успех», в управлении которого находятся несколько спортивных объектов, построенных к Олимпиаде. Одним из учредителей фонда является Виолан Челист, друг Владимира Путина Сергей Ралдугин. Сам же Путин является главой попечительского совета фонда. В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей после утечки Панамского архива выяснил, что до 2015 года Ралдугин владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. А, не, ну если нужно было просто другу Ралдугину подкинуть, чем заняться, куда деньги пристроить, ну тогда я понимаю, тогда в этом, конечно, есть смысл. После расследования открытых медиа, Нотариальная палата удалила сведения об инвесторах фонда Ксении и Шойгу. Шойгу, как мы знаем, сейчас один из возможных преемников Путина, там идет вот это вот решение вопроса. Мишустин, Шойгу или кто-то другой. Нотариальная палата удалила информацию о трех инвесторах венчурного фонда «Система Смарт-Тех», которым управляет младшая дочь министра обороны Ксения Шойгу. Талантливая, просто девочка, папа тут никак не помогает, просто берем любую попавшуюся Ксению, даем ей несколько миллиардов рублей, ну вот пятерочка, пятерочка – неплохая сумма, не миллионов, друзья, миллиардов. Запрещенные в России открытые медиа, нежелательная иностранная организация, разослали запросы Шойгу и партнерам фонда о деталях их сотрудничества и опубликовали расследование о бизнесе семьи министра обороны. Форн «Система Смарт-Тех» был создан в 2020 году, его объем 5 миллиардов, управляющий партнер Ксения Шойгу, а якорный инвестор – АФК «Система» Владимира Евтушенкова, обещавшая вложить до полутора миллиардов рублей. Подробности о всей этой истории я вам уже рассказывал. И вот она, ответочка от государства. Как только информация стала распространяться, опа-опа, все хвосты подчищаем. Шойгу ни при чем, никто ничего не знает, это засекреченная информация. Подождите, а как эта секретная информация? Шойгу же младшая – это у нас просто бизнесмен, правда? Это не чиновник, это не прокурор, не судья. На каком основании данные о ней начинают секретиться? Нет, я понимаю, когда это происходит с данными о депутатах, о госслужащих. А это как объяснить? Папа тут никакой роли не играет, нет? Следующий представитель элитки нашей ненаглядной, сын Виктора Золотова, хочет сделать деньги на свалки шин. Роман Золотов, приходящийся сыном главе Росгвардии, владеет более чем третью акцией сомнительной компании НПУ «Квантовые технологии». Квантовые технологии будут заниматься мусором, отлично. Безусловно, независимый и честный делец хочет заняться ликвидацией свалки шин под Нижневартовском, вслед за уже удачно освоивший бюджет компании «Экос», которая блестяще провалила работу. Неизвестно, какие квантовые технологии предприятие намерено применить или разработать на свалке шин, зато известно, что компания ни разу не участвовала в госзакупках. Также у нее весьма сомнительные финансовые показатели. В 2019 году чистая прибыль фирмы ушла ниже нуля до отметки в 27 миллионов рублей, а годом позднее совершила отрицательный рост в 45 миллионов рублей. В штате числится всего 11 человек. Кажется, у нас есть победитель. Если вы все такие народились талантливые бизнесмены, почему для ведения бизнеса вам необходимо присасываться к бюджету? Ну работайте в этом между собой. Посредники между олигархическими компаниями, между физическими лицами, мелким и средним бизнесом. Работайте как все. Зачем вам бюджет, если вы такие способные? Нет? Нет объяснения этому? Все очень просто. Пока олигархи делают деньги, чиновники помогают им делать деньги. Когда чиновнику тоже хочется денег, чиновник пристраивает своих родственников или сам выходит с должности, пристраивается в олигархическую компанию, и уже теперь олигарх его отлично кормит. Это позволяет разнести немножко во времени такие вот коррупционные действия, обосновать. О, так у меня дочка, у меня сынок, у меня племянничек, заработал там 10 миллиардов. Это не мои деньги, это его деньги. Именно отсюда у меня появились яхты, частные самолеты, квартиры в центре европейских столиц. Вот как это работает. Таким образом, сейчас они пытаются прикрыть коррупционные составляющие. Бывший губернатор Тувы, губернатор, представьте, этот человек был главным в целом регионе, Шалбан Караоул, стал заместителем гендиректора Русгидро и будет курировать связи с общественностью и госорганами. В его зону ответственности также входят вопросы реализации и развития стратегии Русгидро на территории Сибирского федерального округа и координации мероприятий по переводу исполнительного аппарата компаний из Москвы в Красноярск, который должен состояться в течение ближайших нескольких лет, Вот губернатор хорошо трудился в своей должности и теперь попал куда? В олигархическую компанию. На месте следователя я бы с интересом присмотрелся, что-то у него со счетами, с имуществом, с недвижимостью. Не было ли ему до этого интересных подарочков, каких-то денежных переводов, поступлений со стороны вот этого Русгидро? И наоборот, Русгидро не получал ли каких-то подозрительных преимуществ со стороны уважаемого губернатора? Не помогал ли он им лоббировать какие-то проекты, инициативы? На бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки. До этого он говорил, что ему стыдно работать в ведомстве. И вот, честно говоря, здесь я немножко теряюсь, как именно интерпретировать эти события. То есть все выглядит так, мне так кажется. Как будто бы господин Валерий Максименко не хотел особо участвовать в грязных делишках. Он стал об этом высказываться, уж не знаю там по каким причинам. Он начал говорить, что ему стыдно работать в ведомстве из-за того, как оно устроено, какая там коррупция, как там притесняют права граждан. И в итоге быстренько нашелся на него компромат, потому что на каждого высокопоставленного чиновника в этой системе принято иметь папочку. Ты работаешь, становишься замначальника, начальником, идешь выше карьерной лестницы, на тебя собирается компромат. Ты пока что не арестовываешься ни за коррупцию, ни за какие-то там твои пьяные похождения, там езду на машине, там сбил человека, не сбил, там что угодно может произойти. Пока ты системе нужен, тебя отмажут, а то всего. Пошел против системки, начал трепать языком, тут же на тебя возбуждаются уголовные дела. Мне кажется, вот так ситуация обстоит. Как утверждают следователи, Максименко получил взятку в виде аренды дома на Рублевке. Вдумайтесь, он не получил этот дом в подарок. Ему просто дали в этом доме пожить, а аренду он не платил. За время проживания он должен был заплатить 1 миллион 800 тысяч рублей, почти 2 миллиона. Вот это цифры по современным меркам. Не миллиардов, миллионов. 2 миллиона. Но бывшие замглавы ФСИН и его близкие якобы жили там безвозмездно. С декабря 2018 по август 2019 года за жилье, по утверждению правоохранителей, платил руководитель организации, которая была подрядчиком ведомства Максименко. Именно такую схему и квалифицировали как взятку. Максименко был арестован еще в конце прошлого года по другой истории злоупотребления и должностными полномочиями. Бывшего замглавы подозревают в незаконном заключении госконтрактов и причинении ущерба на 189 миллионов рублей. Свою вину он так и не признал. Ну хорошо, подождите. Есть еще коррупционер. Очень легко же найти какой-то счет, какую-то там незадекларированную недвижимость, автомобиль, яхту. Где это все? Максимум, что ему конкретно предъявляют, это 2 миллиона рублей без малого? А это точно великий коррупционер, от ареста которого мы должны хлопать в ладоши и танцевать? Незадолго до возбуждения первого уголовного дела Максименко ушел со службы. Этому предшествовал его отказ общаться с журналистами по поводу деятельности в СИН из-за чувства стыда за место работы. Цитата. Вот пример. Начальник колонии, это пару недель назад было, головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. И вот этот человек теперь оказывается коррупционер, потому что рассказал, как работает его система, система исполнения наказаний. И последняя коррупционная история, за которую, честно говоря, мне самому крайне стыдно. Я думаю, вы сейчас испытаете такое чувство стыда, которого давно не было. В Москве двое сотрудников полиции обокрали пенсионера, которому стало плохо. Они похитили у него 724 тысячи рублей. Я так подозреваю, предполагаю, что такая сумма у пенсионера могла образоваться, если он только недавно, возможно, за день до этого или в этот же день осуществил сделку по купле-продаже квартиры. Или просто забрал эти деньги из сейфовой ячейки, куда ее при покупке квартиры поместил покупатель. Но так или иначе, 724 тысячи рублей очень большая сумма, особенно для пенсионера. И эти деньги, конечно же, заставляли его нервничать, поэтому ему и стало плохо. Полицейские приехали к мужчине по вызову. 88-летний Юрий Сергеевич почувствовал себя плохо у своего дома на Сиреневом бульваре, упал и ударился головой. Двое патрульных нашли дедушку около подъезда и вызвали ему скорую. Пока ехали медики, полицейские обнаружили у Юрия Сергеевича целый миллион рублей наличными. Оказалось, что накануне дедушка снял деньги со своего счета в банке. Посовещавшись, патрульные решили, что такая большая сумма пенсионеру ни к чему, поэтому решили забрать часть денег себе. Когда Юрий Сергеевич очнулся, то у него осталось чуть больше 250 тысяч. Дедушка написал заявление в полицию, патрульные попали под проверку. У одного из них дома нашли 230 тысяч рублей наличными. Сотрудники скорой, которые приехали на вызов, стали свидетелями в деле. Уже будучи под следствием, патрульные предлагали с ними поделиться, чтобы те не давали против них показания. То есть нет бы в последний момент как бы признаться, постараться, все решить мирно. Не-не-не-не-не-не-не. Они усугубили свое положение. Они попытались еще дать взятку. Сейчас полицейские находятся в статусе подозреваемых, свою вину они не признают. Они даже врачам пытались дать взятку. Здесь явно все понятно, что произошло. Они пытались выгородить себя. Если бы они не пытались обнести пенсионера, не своровали у него 700 с лишним тысяч, то не нужно было давать взятку. Ну, как детский сад какой-то. Вот я чувствую себя учителем, который застукал двоечника там за списыванием. И вот такие вот оправдания идут, договорочки. Типа я ни при чем, оно само, это вообще не моя шпаргалка. Итак, вся страна. И так мы живем. Нас обворовывают самыми неприглядными способами. За повышение цен на бензин, повышение акцизов, налогов, сборов, ужесточение. То есть такой-сякой политики. Мы должны теперь платить постоянно сборы за мусор. Нам нельзя собирать в лесу хворост. Все денежки стекаются в бюджет, а к бюджету присосались и олигархические структуры, и чиновничьи структуры, и дети чиновников, и нашего главы Росгвардии Золотова. Потом мы удивляемся, почему там Росгвардия себя так или иначе ведет. Да вот, почему она так себя ведет. Потому что, оказывается, там в руководстве сплошь бизнесмены. Простите, родители успешных бизнесменов. То же самое путинские друзья. Чего бы нам сделать? Мы так все продумали. Мы создали спортивные объекты к Олимпиаде, к Зимней Олимпиаде. Может быть, там стоит как-то организовать детские лагеря, спортивные школы, чтобы дети постоянно туда приезжали, тренировались, занимались. Нет, откроем там университет. Почему? Зачем? Логики в этом никакой не понимаю. Но, видимо, она должна быть. Она, очевидно, там есть. Друзья, что думаете обо всей этой стыдобе? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Вместе мы сила, вместе прорвемся. До новых встреч. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»